Приветствую, братья и сестры, всех пришедших в Дом Молитвы. Я сегодня хотел вместе с вами поделиться мыслями, которые имел на этой неделе. Поэтому я хотел поделиться вот этой мыслью. Я читал на этой неделе, на прошлой неделе, еще не кончил, Евангелие от Луки. И нашел много таких мест, которые, ну, как-то приятны для твоей души. Почему? Потому что это касается нашего Господа Иисуса. И когда читал эти места, я всегда их подчеркивал. И вот на этой неделе я переписал и хотел вместе с вами поделиться. И я назвал вот эти все мысли, назвал свою тему «Молитвенная жизнь Иисуса Христа по Евангелию от Луки». «Молитвенная жизнь Иисуса Христа». Знаете, очень много именно таких мест, где говорится о родителе Иоанна, о Марии и в дальнейшем местах. Вот евангелист Лука, он написал такие моменты, которые никто из других евангелистов не записал. И вот каждый евангелист по-особому записал вот эти места. И вот я, когда находил Евангелие от Луки, вот эти места, хочу прочитать теперь. Вот одно место, вот Луки, 4 глава, 42 стихом. И следующее, Луки, 5 глава, с 15 стиха. Вот пока два места прочитаем. 4, 42. «Когда же настал день, он, выйдя, то есть Иисус, из дома пошел в пустынное место, и народ искал его, чтобы не уходил от них, уходил в пустынное место». И мы знаем, почему он уходил в это пустынное место. Итак, Луки, 5 глава, 15 стиха, 16. Мы находим такие слова. «И великое множество народа стихалось к нему слушать и врачеваться от него от болезней своих». 16 стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». Это молитвенной жизни Иисуса Христа. И вот читал еще один стих, там написанное «Встав весьма рано, утром он ушел в пустынное место, чтобы молиться». «Встав весьма рано». Как вы думаете, что это за время «встав весьма рано» до рассвета? Как-то один брат задал молодежи этот вопрос. Как вы думаете, какое это время, один молодой брат ответил, наверное, это около часов девяти. Около девяти. У них это рано. Раньше в Израиле рано вставали. Как свет заканчивался, народ ложился спать. И когда начинался рассвет, они вставали заранее, чтобы приготовиться, чтобы выйти и начинать работу, когда только начинало светать. Иисус вставал весьма рано, уходил в вот эти пустынные места. Он любил вот такие места, братья и сестры, чтобы побыть наедине, потому что написано, что приходили к нему весьма много народа. Ему некогда, даже написано, что некогда было им кушать. Луки 6, глава 12 стихом написано «В те дни он зашел на гору». Это второе место, где он любил проводить свое время с Отцом Небесным. На гору написано «Помолиться». И пробыл всю ночь в молитве. Всю ночь, братья и сестры. У меня никогда такого не было. Я как-то слышал один брат, просто так услышал его, проповедовал, и услышал просто одно его слово. Он говорит, мы собрались с братьями молиться всю ночь. Смотрите, вот у них это было тоже такие моменты, что они собираются какие-то, ну, вот эти моменты, братья собираются и молятся тоже всю ночь. Знаете, иногда вот нас, братья, побуждают, чтобы как-то молитвенная цепочка была всю ночь, и кому-то очень тяжело ночью вставать молиться. Они готовы поменяться любым временем, потому что тяжело. Никогда этого не делали. А Иисус пробыл, написано, всю ночь в молитве. Я не знаю, вы пробовали молиться, братья и сестры, и когда даже ты молишься, встаешь, молишься, молишься, и казалось, особенно по молодости, кажется, так долго. И когда открываешь глаза, посмотрела, прошло, может быть, 5-10 минут, и казалось, ты так долго молился. Иисус проводил вот всю ночь, и у Него находилось времени, сколько молиться. Знаете, иногда по молодости у нас одна молитва, когда, знаете, мы взрослеем, молитва меняется, когда мы познаем нашего Господа, познаем Бога, мы замечаем красоту, величие Его поступков, Его имен, Его святой жизни. И тогда есть о чем поговорить с Господом, пообщаться с Ним, попросить Его этой милости. Еще одно место, братья и сестры, Луки, вот, 21 глава, 37-38 стих написано. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую, и весь народ с утра приходил к нему в храм, слушать Его. Братья и сестры, он проходил опять же на гору, в пустынное место, и на горе, на горе он подымался на гору. Знаете, весь народ сходил наоборот с горы, отдыхал, а он ближе к Отцу. Знаете, в горах особо, кажется, близко небо, когда проводишь, вот, как кто в горах был, кажется, ну, звезды совсем вот рядом над тобою, когда нет никакого огонька света, темнота и звезды, кажется, небо так близко. Иисус любил вот это вот время проводить Своим Небесным Отцом, и поэтому Он в молитве, Он получал силы, получил много энергии, и мы еще коснемся этого места. И еще одно место, которое я хотел прочитать, Луки, 9 глава, 28 стихом. «После сих слов дней через восемь взял Петра, Иоанна и Иакова, и вошел, взошел он на гору помолиться». Он не только один, а в этот раз, ну, другой евангелист говорит, особо их одних. Знаете, и он желал вместе побыть в молитве. И это было особое, братья и сестры, состояние, вот, Иисуса Христа и учеников. Знаете, ученики учились, и я не осуждаю то, что мы будем читать, только вот именно и Лука подчеркнул эту мысль, что произошло. И давайте мы вместе прочитаем вот это событие, которое сегодня отмечается. Кто-то отмечал в прошлое воскресенье, кто-то будет отмечать в следующее воскресенье. Вот этот праздник, преображение, написано в других евангелистах, просто когда Иисус взял учеников и написано «преобразился перед ними». Но в этом моменте мы читаем, что Иисус взял их, написано, «после сих слов дней через восемь взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел на гору помолиться». Другие евангелисты не пишут об этом. Написано, что он преобразился. А здесь мы читаем, что он молился. Он на гору пошел помолиться, и когда молился, вид лица его изменился. «Одежда его сделала из белую, блистающую». И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисея и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которому надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним оттягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий. Одну тебе, одну Моисею, одну Илью, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий. «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, Его слушайте». Это был особый момент, братья и сестры, молитвы Иисуса Христа. Наверное, кто взял их, чтобы они научились чему-то, но написано, что они были оттягчены сном. Знаете, это не один момент в жизни, когда ученики уснули. Мы читаем, когда в Луки 22 главе 39 стиха и ниже, что они тоже уснули, когда Он взял на молитву, когда Иисус перед страданиями своими, а написано, Он приходил, Он разбудил их. «Что вы спите? Встаньте!» Знаете, это второй момент. Я нисколько не осуждаю братья и сестры их, потому что в моей жизни было такое, наверное, и в вашей, когда мы молились, и когда молитва наша такая была, что мы готовы уснуть на молитве. Один брат молился и уснул на молитве, братья и сестры. Это случилось и в жизни учеников. Написано, явившись во славе Моисей и Илья. Это знаменитые служители Божии, о которых с благоговением сегодня народ израильский говорит об этих мужах. Он молился, братья и сестры, вид лица его изменился, одежды его сделали белыми, блистающими. Знаете, встреча с отцом, встреча с Богом, когда человек встречается с Богом, когда он склоняется перед ним. Первое, что случается, братья и сестры, вид лица меняется у человека. Я видел много таких людей, когда обращались к Богу, когда лицо их было в печали, грехи беззакония томили их, но когда они помолились Богу, лицо их первое меняется. Лицо поменялось, братья и сестры. А потом, когда Бог воходит Духом Святым в сердце человека, Он обкладывает это сердце, как когда-то в храме. Храм, ковчег, золотом. То есть вот это Слово Божие наполняет наше сердце. И вот тогда вот все начинается меняться, братья и сестры, внутренность меняется, и одежда меняется. Уже не узнают тех людей, которые одевались раньше совсем по-другому. Одежда меняется, лицо меняется, человек меняется, когда Бог входит в его душу, в его сердце. Как это важно! Потому что мы храм Божий, и храм, где живет Бог, поэтому все меняет Бог в нашей жизни. Как важно, братья и сестры, молиться. Вот этот пример Господь оставил для нас. Лицо менялось у Иисуса. Одежда сделалась его белое и блистающее. Братья и сестры, мы в Откровении много находим таких мест, когда Бог дает вот эти одежды праведности. Весон чистый и святой, избранным своим. Когда люди пришли, Он убелил одежды, их кровью агнца. Братья и сестры, кто сегодня запачкал свои одежды? Кровь агнца, сына Божьего, она очищает, она дает, вновь убеляет одежды. Братья и сестры, там будут в Откровении написано, в белых одеждах находиться, потому что они сохранили свою одежду. Братья и сестры, в белых одеждах мы будем прославлять Господа. В белых одеждах мы читаем песни, такие поются песни. Ангелы встретят нас, и у нас будут эти белые одежды. Чистота, это святость, это близость с Богом, как это важно в нашей жизни. Вот это произошло с Иисусом, это происходит поседневно в нашей жизни. Как необходимо нам иметь вот такие вот моменты в жизни. Это написано, ученики пробудились, они уснули, братья и сестры. Но не всегда, не всегда такое происходило в этой жизни. Это только два момента в этой жизни их было, когда они спали. Но потом, братья и сестры, жизнь их поменялась, когда Бог посетил их Духом Святым. Их проповедь, их жизнь, их речь, их состояние было, что люди не усновали их. Почему? Они были с Иисусом, братья и сестры, когда Дух Святой изменил, они были с Иисусом. И поэтому Дух Святой, и Он преображает сегодня и тогда учеников. Это было особое благословение, братья и сестры. Еще что можно отметить в этой истории, что был глаз, они вошли в облако, и был глаз, который сам Бог засвидетельствовал о Сыне Своем. Сей есть Сын Мой, возлюбленный, Его слушайте. Это Бог говорит. Многие говорят, кто говорит о Нем? Многие люди, которые не знают Бога. Кто свидетельствует еще об Сыне, что Он действительно Сын Божий? Бог засвидетельствовал два раза, что есть Сын Мой, возлюбленный. Его слушайте при крещении, в Нем Моего Божие благоволение. Слушайте Его в нашей жизни, чтобы жизнь наша менялась, чтобы она была благословением. Слушайте Сына Божия, братья и сестры. Слушайте Его Слово. Слушайте Его речь. Подражайте Ему, чтобы было вот это благословение в вашей жизни. И, братья и сестры, хотелось еще многое прочитать. Ну вот смотрите, что сам пророк Моисей, который явился и беседовал о исходе Сына Божия, Мессии Ильей, то, что он должен совершить подвиг спасения в Иерусалиме, он должен умереть, принести жертву, умилостивление, чтобы умилостивить отца своего небесного, чтобы нас приблизить к Богу. И мы читаем, что вот этот Моисей, он говорил, что наступит вот это время, 18 глава второзакония, 18 стихом, что я воздвигну им пророка и среды братьев, их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его. Он будет говорить им все, что я повелю ему. 19 стих. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу, братья и сестры. То есть вот настало, исполнилось это время, о чем говорил Моисей, и он предстал здесь, как раз на этой горе преображения. И потом уже Петр или Иоанн, Иоанн не описывает об этом событии, но он коротко только говорит, мы видели славу его, славу, которая от единородного, от отца. То есть он говорит, что они с другими учениками, Петром и Иаковом, видели вот эту славу, когда лицо его сияло, одежда его сияли, когда во славе явились вот эти два пророка, мы видели это. И Петр, он в дальнейшем тоже описывает во второе послание Петра, в первой главе, он говорит, знаете, вот на этой неделе мне получилось так, что взял новый пылесос, из коробки вытащил, такой вот, ну, свеженький, ну, казалось, он ни разу не пользован, когда взял, начал включать, а он не работает. Я попросил сына, он раз-раз-раз быстро разобрал, не работает, выкини его. Хорошо, ну, я взял, ну, что, еще посмотрел, ну, красивый такой пылесосик, в машинах пылесосить. Знаете, я взял другой чарджер, включил чарджер, прошло минут несколько, я увидел, вдруг загорелась лампочка, красная лампочка, то есть начинается зарядка, идет зарядка. Через 30 минут я проверил, пылесос заработал. Братья и сестры, нужна была вот эта связь, коннекшн, энергия пошла в него, он заработал. Вот нашей жизни, чтобы вот это была жизнь, вот это нужно связь иметь с самим Творцом, чтобы наша жизнь была особой наполнена. Вот мы прочитали вместе с вами Луки, 6 глава, 12 стихом, он провел всю жизнь, то есть всю ночь в молитве, а потом он избрал учеников. А потом, вот чуть ниже стихами, 19 стихом, смотрите, что произошло. После этой молитвы всю ночь весь народ искал прикасаться с Нему, потому что от Него исходила сила, исцеляла всех. Вот это вот нужна была ему зарядка, как человеку, не как Сыну Божию, как человеку зарядка, потому что к Нему люди прикасались. И вот эта сила, которой он заряжался ночью с Отцом Небесным, она исходила. Помните, женщина прикоснулась, и он почувствовал, меньше силы стало в нем. Он начал спрашивать, кто прикоснулся? Да, Господи, все же тут толкают тебя. Нет, женщина с верой прикоснулась. Вот эта сила, батарея стала немножко слабше, поэтому он нуждался в этой силе. От него исходила сила, чтобы каждому помочь, братья и сестры. Оно так необходимо в нашей жизни, братья и сестры, иметь вот эту силу. Когда мы сообщаемся с Творцом Небесным, Бог восполняет нас, тогда посылает нам силу. Братья и сестры, люди замечают, что с тобой сегодня? А просто ты провел общение с Господом, в молитве, со Словом Его. Оно преображает нас, братья и сестры, Слово и молитва преображает нас. Знаете, хотелось подвести просто итог вот этих прочитанных слов в наших мыслях, которые я говорил. Братья и сестры, молитва меняет нас. Она меняет нас внутри. Оно меняет наши одежды. Оно меняет наши лица. Наши лица меняются, братья и сестры. Молитесь всегда, чтобы видно было, что это человек Божий. Помните, как сказали про Елисея? Он постоянно святой. Молитва, общение с Богом делала его таким. Другое, молитва помогает нам, братья и сестры, устоять в искушении. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы преодолеть, быть победителем вот этих искушений. Молитва помогает нам, братья и сестры. Поэтому, да поможет нам Господь в этом. Молитва, она дает нам силы. Евангелие от Луки 4, глава 19 стихом. И возвратился Иисус в силе Духа. Наш Дух, Он заряжается, братья и сестры, Он дает силу свидетельствовать. И поэтому, братья и сестры, и ученики-то свидетельствовали. Время наше вышло, поэтому мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Пусть вот эти вот небольшие уроки будут для нас благословением. Находить общение с Господом, как находил Иисус. Проводить с Ним, общаться, читать это Слово, заряжаться, чтобы быть благословением не только для себя, для окружающих, наших домашних, но и для других свидетельствовать о этой чудной любви, преображающей нашу жизнь и преображающей других. Господу нашему Добой честь и слава. Аминь.